В начале мая я вам показывала посадку вегетирующих саженцев винограда. Причем посадку саженца из контейнера и посадку саженцев прямо из воды. Даже правильнее их будет назвать пророщенными черенками. С момента посадки прошло где-то дней 10. И сегодня мы с вами посмотрим, как они у нас адаптировались и как перенесли заморозки, потому что заморозки у нас были. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Меня зовут Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами в выращивании винограда понятно и доступно. Ну, пару слов про заморозки. Конечно, этот участок у нас достаточно теплый. Тем не менее, видите, на грецком орехе, это вот высота полтора метра даже выше, немножко листву прихватило. Ну, а тут вот на траве видно, что тоже морозик какой-то легкий был. Да, листик такой вот пожженный. То есть, по почве тоже что-то шло. Это вот буквально под забором показываю. Теперь смотрим наши саженцы. Вот они здесь укрыты все вместе с панбондом. Ну, сколько тут? Метра полтора получается вот этого самого спанбонда. Итак, сейчас мы с вами это откроем. Сегодня у нас солнце, но ветер достаточно холодный. Даже по моей одежде можно судить, что температура за бортом так себе. Так, открываем. И что мы здесь видим? Ну, в первую очередь видим бутылки. Зная, что будет какой-то заморозок, я положила большие 10-литровые бутылки для лучшего прогрева. Ну, а теперь смотрим поближе. Значит, вот это у нас из контейнера. Он был слабенький, такой страшненький. Но он не умер. То есть он, конечно, чувствует себя не самым лучшим образом. Тем не менее, эти колорант даже на него нападает. Он живой. И вот с момента посадки уже прошло 2,5 недели. Вот это наш слабенький. Смотрите, слизень его ест, поел. Но тем не менее, он, во-первых, жив. Он растет, пытается расти. И, по крайней мере, ничего с ним не случилось. Это тот, который самый слабый из горшка мы высаживали. А вот это у нас те, что из воды. Смотрите, этот немножко все-таки подгорел на солнышке. Но было очень яркое солнце, когда я их высаживала. Они у меня стояли в воде, можно сказать, в тени и в темноте. Те не менее. Смотрите, здесь яркое, хорошее, зеленое листво. Так, смотри. Следующее. Ну, тоже чуть-чуть листики подгорели. Я их высаживала с большим приростом. То есть, вот из воды они такие вот вышли. Да, тоже вот чуть-чуть нижние листики подгорели. Такие, ну, я объяснила почему. Тем не менее, живой и здоровый. И третий, даже четвертый. Вот он немножко поменьше. Мы тоже видим. Да, все с ним хорошо. И обращаю внимание, что за то время, пока они здесь сидели, вот пошли даже молоденькие пасынки. И вот они же через две с половиной недели. То есть, вполне себя неплохо чувствуют. Ничего мыслям. Вот как поставили под укрытие, да. Ничего не делали. Тем не менее. Все живое. И даже немножечко растет. Ну, вот можно посмотреть. Утро сейчас 15 градусов на градуснике у стены. А здесь видим у бутылки почти 20. То есть, видите, они прекрасно адаптировались. Да, они живы и почти здоровы. Несмотря на мнение скептиков. Раз. И несмотря на сильные изменения погоды. А изменения погоды действительно было сильное. Я их высаживала в 25 плюс. Даже больше, да. И была в легкой маечке. А потом похолодало, когда нам пришлось опять надеть курточки. Тем не менее, спонбонд, вода. Все это прекрасно работает. Если нам надо создать по необходимости, да. Какое-то дополнительное тепло. То вполне его можно создать. Сделать растению комфортные условия. Но опять же, если прохладно, подержать под спонбондом сколько надо. Надо и 2 недели, и 3, и 4. И даже больше. Если в том есть необходимость. Ну, еще раз напоминаю, что высаживать пророщенные черенки прямо из воды в открытый грунт вполне себе рабочий метод. И держать их в воде до высадки, опять же, вполне себе рабочий метод. Вот смотрите. Вот этот. Вот этот. И вот тот, который немножко погорел. И вот тот. Это все черенки одного сорта. Только вот этот один у нас сидел в стаканчике в грунте, который ему не нравился. А вот эти 3 были в воде. Как видите, они выглядят здоровее, прекрасно себя чувствуют. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов и награды. Наши контакты. До новых встреч.